Всем привет, дорогие друзья! В эфире Rangium Studio, и у нас значит очередной выпуск из цикла попыток сделать клон Divinity на Unity. Сегодня я покажу, как я делал прототип локации и что из этого получилось. Так что видео будет весьма малоинформативно. Если вы надеялись на какие-нибудь там геймплейные механики, то они будут со следующего ролика. Там будет прям очень много всего по взаимодействию с объектами. Сейчас будет заставка. Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось в итоге. В итоге у нас получилась вот такая локация. Пока что это только первая часть трюма. Здесь вот эти вот штуки, к которым персонажи были прикованы. Здесь какая-то херня, которая электричеством бьется. Тут вот две лесенки, это с письменный стол. И дальше, по идее, у нас здесь две двери должно быть. Их нету, дальше пока пустота. Вся эта штука, я постарался, по крайней мере, ее выдержать в геометрически достоверных размерах и соотношениях. Как я этого добился? То есть я сделал в игре скриншот карты, увеличил ее с помощью нейросетки, чтобы более-менее разрешения было побольше потом. Наделал кучу маленьких скриншотиков в режиме тактической камеры. И уже в фотошопе просто накладывал их одно, то есть вот эти скриншоты накладывал на макет карты. После чего у меня получился план небольшой. Сейчас я его покажу. Вот такой вот план, который обозначает сами помещения, где они у меня находятся и какого они размера. Плюс расположение важных объектов. Здесь вот лесенки и подписано циферками количество ступенек на лесенках. И вот здесь вот ящичек. И вот здесь я его еще раз продублировал. Это ящик, который я взял по размеру из Divinity и предположил, что он будет размером, грубо говоря, 1 на 1 метр. Такой же, как стандартный куб в Unity. Потом я наложил все это безобразие на плоскость и отмасштабировал так, чтобы, собственно, оно было примерно похоже на правду. И дальше, пользуясь ProBuilder, уже построил вокруг вот этой плоскости, на которой нарисована карта, саму локацию. Как пользоваться ProBuilder я рассказывать не буду. Как минимум по двум причинам. Во-первых, я очень сильно не профессионал в нем. Я им пользовался сегодня первый раз в жизни. Ну и вторая причина вытекает из первой. В интернете дохренища более полезных материалов, чем смогу рассказать я. В целом все. Под конец я решил навесить еще освещение под все это безобразие. Хотя это, конечно, уже лишнее для прототипа локации. Но я подумал, что если уже делать, пусть будет хоть хотя бы немножко красиво. И, в принципе, все. Следующий ролик у нас посвящен будет инвентарю и работе с инвентарем. Потом будет ролик, посвященный взаимодействию с объектами, как мы их подбираем, как мы там в ящички залезаем и так далее. Это все, я надеюсь, выйдет через неделю. Может, чуть больше как-то у меня получится, потому что все-таки очень много писать придется. Ну и по классике, да, кто хочет поковыряться в исходниках, а не на бусте, ссылка в описании. Кто не хочет, тот не хочет, да. А там же в описании ссылочка на группу ВКонтакте и ссылочка на дискорд-сервер. Если вдруг есть какие-то вопросы, то все туда. Ну и, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих роликах.